Точно сказать, насколько коронавирус повышает риск развития инсульта, пока нельзя. Однако, последние исследования показывают, что доля смертельных исходов при инсульте у людей с вирусом в несколько раз выше, чем у обычных пациентов. У пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в 7 раз выше, чем у пациентов, скажем, тех, кто не перенес эту инфекцию. Почему это случается? Основная причина – это развитие коагулопатии. То есть это патофизиологический процесс при коронавирусной инфекции. Мы все сейчас уже знаем, что идет сгущение крови, за счет чего идет повышенное тромбообразование. А это, в свою очередь, конечно же, может привести к инсультам. Помимо этого, врачи отмечают, что люди впечатлительные со слабой нервной системой могут впадать в депрессию, переживать стресс. Зачастую эти факторы приводят к подъему артериального давления, затем и к развитию инсульта. У многих на фоне стресса поднимается артериальное давление тоже, становится высоким, и за счет этого тоже может случиться инсульт. Есть еще такая связь с коронавирусной инфекцией именно с геморрагическим инсультам. Недавно только буквально британские наши коллеги выявили, что при назначении, скажем, антикоагулянтов и азитромицина, это антибиотик, который использовался широко очень даже во многих странах на начальных этапах, вот их комбинация приводила к кровоизлиянию в мозг. То есть вот еще одна причина, особенно у молодых пациентов. В чем же связь между коронавирусом и инсультом? Наверное, в том, что при коронавирусе у людей образуются тромбы, а инсульт – закономерное последствие такого же явления, говорят врачи. Сами по себе инсульты отличаются по степени тяжести. Некоторые из них при своевременном вмешательстве дают возможность полностью восстановиться. Однако при закупорке крупных сосудов могут пострадать обширные участки мозга, отвечающие за жизненно важные функции. И именно это, возможно, чаще всего происходит при инсультах на фоне ковида. По всей республике в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Статистика показывает. За прошедшие сутки зарегистрировано 596 новых случаев коронавируса с учетом внебольничной пневмонии. Из них в Бишкеке – 136, в Аше – 23, в Чуйской области – 89, в Ужской – 64, в Таласской – 39, в Нарынской – 7, в Иссыкульской – 35, в Джалабадской – 91, в Баткинской – 112. За весь период пандемии в Кыргызстане выявлено 58 394 случаев коронавируса. Также за сутки выздоровели от COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии 425 человек. Всего за весь период 49 522. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось 3 человека. Всего 1142. На стационарном лечении – 3359 пациентов. Состояние большинства из них – средней тяжести. Таким образом, коронавирус может вызвать инсульты как у молодых, так и людей пожилого возраста. Поэтому врачи просят незамедлительно звонить в скорую при симптомах инсульта, нарушении речи и опущении мышц лица, внезапно нарушившейся координации.